Новые подробности в истории с вымогательством у учеников одной из школ Караганды. Городской отдел образования и полиция прокомментировали ситуацию. Врачи между тем продолжают борьбу за жизнь 16-летнего Алексея. Из-за шантажа старшеклассников подросток наглотался таблеток. Алексея уже перевели в палату из реанимации, но медики по-прежнему не готовы давать прогнозов. Он принял большую дозу психотропных препаратов. Подробности попытки суицида сообщили сегодня полицейские. Версию о том, что 16-летний школьник, находясь в квартире один, решил отравиться из-за вымогательства. Со стороны ребят старшего возраста озвучил его друг. Алексей якобы не смог выплатить им требуемых 2000 тенге. И его избили. Это было в воскресенье. В городском отделе образования сообщили, что в понедельник между подростком и учителем состоялся телефонный разговор. Он пообещал прийти в школу во вторник, но так и не явился. 17-го числа уже с утра классный руководитель берут школьного инспектора. Идут домой, стучатся в дверь. Дверь никто не открывает, но вместе с тем уже слышно, что в доме кто-то есть, чувствуют, что замок закрыт изнутри. Поэтому именно учителя, именно педагоги, они и вызвали МЧС. Отец Алексея находится в местах заключения. Мама была госпитализирована еще 1 февраля. И в школе об этом знали. Но мальчик обещал переехать на время к крестной. Ему поверили на слово. Чиновники говорят о шантаже с чьей-либо стороны ничего не слышали. Хотя бабушка одного из друзей Алексея даже знает вымогателей в лицо. По ее словам, их родители просили ее и остальных пострадавших решить проблему мирным путем. По словам Татьяны Уразметовой, преследовала Алексея и его друзей группа из 9 человек. Это школьники и студенты колледжей. Лишь с одним из них ее внук был знаком ранее. Сегодня стало известно, что прокуроры поручили полицейскими отделу образования проверить, не нарушались ли права подростка в школе.